2018 год дважды юбилейный. Архивной службе России и Национальному архиву Карелии в этом году исполняется 100 лет. За это время многое изменилось. Карельский центральный архив представлял из себя в буквальном смысле слова беспорядочную громадную груду разрозненных связок дел и документов, раскиданных на полу в подвалах, на вышках, в коридорах. К счастью, с тех неспокойных времен прошло немало времени и сейчас Национальный архив бережно хранит все исторические документы. Вот уже третий год сотрудники учреждения приглашают всех желающих совершить путешествие по 20 веку и познакомиться с важными историческими событиями лично. Мы решили прийти в архив, потому что захотели узнать что-то новенькое, посетить место, в котором никогда не были, ну и просто как-то культурно провести время. Машина времени отправляет гостей в самое начало 20 века, когда еще не было архивной службы, а документы с прошлых столетий хранились в специальных ведомствах. В Национальном архиве республики хранятся экспонаты, которым уже больше 200 лет. Когда-то именно таким пером писал Александр Сергеевич Пушкин. Затем революция, гражданская война. Годы Великой Отечественной войны – время, когда приходилось срочно эвакуировать архивные документы, фотографии, папки, памятные письма, одежда и музыка того времени. Все желающие акции смогли погрузиться в атмосферу тех лет. Военные годы сменяет мирное советское время. Эпоха полета в космос, достижений в науке и технике, Олимпиада 80-го года. Машина времени летит дальше и переносит гостей в будущее на 100 лет вперед. Здесь каждый участник акции получил возможность оставить послание потомкам. Хочу пожелать работникам архива дальнейших успехов в их кропотливом, нелегком труде, потому что действительно очень необходимо сохранять те документы, которые здесь находятся на хранении. Жители Карелии могут оставить несколько строчек для архива республики в любое время. И может, через сто лет правнуки прочитают памятные послания предков из 21 века. Мария Лукьянова, Константин Николаенко. Программа ПТЗ говорит.